Мы продолжаем с вами рассказывать, слушать мои рассказы по поводу того, как человечество познавало мир. В прошлый раз мы с вами выяснили, что где-то перед V веком до н.э. в западном мире, по-теперешнему говоря, то есть в средиземноморской цивилизации, вдруг появились несколько народов, которые от всех прочих народов отличались тем, что у них было активно именно левое полушарие головного мозга. К таким людям относятся большинство ныне живущих людей, которые пишут буквами. Большинство пишущих иероглифами людей принадлежит как раз другому типу. У них ведущим является правое полушарие. Я вас очень в прошлый раз научил, как определить, к какому же вы из этих двух замечательных типов принадлежите. Оба типа хороши, ни один из них не хуже. Но есть определенные различия. Оказывается, по моим наблюдениям, те опыты на живом, так сказать, материале, опыты на живых людях, которые я ставил на студента, говорят мне о следующем. Что левополушарные люди, это вот такие, как я, кстати, к ним принадлежу, они отличаются от правополушарных, которым принадлежит очень небольшое количество, следующими чертами. Вернее сказать, чем же отличаются левоглазые, то есть правополушарные, от всех остальных. Они более трогательные, более чувствительные, более художественной натуры. Все связано с тем, что правое полушарие и у них, и у нас отвечает за обработку входной информации. Вот преобразуют сигнал, вот звуковые колебания, которые попадают в наши органы слуха, в слова, значит, в текст. А вот анализом этого сигнала у нас, у левополушарных занимается левое полушарие, а у этих вот замечательных людей занимается то же самое правое полушарие. Люди более художественные, более тонкие, более деликатные. Вот все, значит, такие вот люди среди моих студентов, которые мне попадают, всех старался внимательно изучать. В общем, существа все сплошь очень милые и, надо сказать, как ни странно, очень хорошо воспринимающие математику. Ну, может, потому что просто я на них больше внимания обращаю. Поэтому, значит, им нравится мое внимание, и они лучше делают вид, что лучше понимают математику. Может быть, и так на самом деле. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что, как мы выяснили в прошлый раз, пишущие иероглифами культуры, это китайская, древнеегипетская, и культура, которая писала клинописью, там тоже были, в общем-то, смысл такой же, не фонетическое письмо. У них как-то по нашим-то вот понятиям особого не было тяги к расширению познания. Не было особенно даже материальной жадности, если разобраться. Ну, вот как рассуждает человек в Древней Египте. Есть у меня одна набедренная повязка льняная, ну, и не нужна мне, зачем мне нужна вторая. Зачем я буду на вторую работать, и так дел полно. А вот какой-нибудь финикийц или осирийц, который принадлежит к тому типу, что и большинство ныне живущих, пишущих буквами людей, он рассуждает так, мне бы побольше набедренных повязок, мне бы побольше вот знаний об окружающем мире, если, конечно, вот до этого дела доходит. И люди эти оказались на первых порах крайне, ну, не симпатично себя вели. Во-первых, именно они, как оказалось, изобрели то рабство, то рабовладение, которое сейчас уже ушло, к счастью, в прошлое. Вот это классическое античное рабство, которое существовало на заре христианской эры, вот это безобразие придумали как раз они. Они создали огромный слой говорящих орудий, то есть людей, которые не являлись людьми второго сорта, они просто людьми не являлись, понимаете как? Это не люди второго сорта, это не люди. То есть на них никто внимания не обращал. Можно было быть гуманным и цивилизованным, и демократичным, и в то же время пользоваться, ну, вот, властью над рабами. Это одно другому не мешало. Были просто какие-то вот, ну, отдельные мыслители, так бы я сказал, эпохи, значит, так сказать, рассвета греческой культуры, которые как-то намекали, ну, работают тоже, в общем-то, люди, тоже, мол, двуногие, безрогие, что мы, мол, вот так мы о них ноги-то вытираем. Ну, совершенно их никто не понимал. Это как вот, что-то очень удивительно всем казалось, такое отношение к ним. Но, в отличие от людей, пишущих иероглифами, которые довольствовались знаниями о науке, которые были получены еще за тысячелетия до них, да, вот, за тысячелетия, скажем, до эпохи эллинистического Египта, в Египте были получены некоторые знания по математике, немножко странные, которые даже никто не пожелал усовершенствовать. И так эти знания, там, два тысячелетия, наверное, передавались из поколения в поколение. Такая же ситуация была и в Китае. Меня не очень удивляет то, что, значит, где-то в районе пятого-шестого века нашей эры в античном мире произошла вот эта вот научная революция. Потому что греки, во-первых, были левополушарными, то есть, так сказать, аналитически, так вот, знаете, рационально мыслящими, раз. А во-вторых, счастливая судьба позволила им быть, в общем-то говоря, бездельниками в значительной степени. Если ассирийцам надо было кого-то завоевывать, если, скажем, финикийцам нужно было кого-то грабить, где-то чего-то доставать, торговать, продавать, то вот эти вот, скажем так, наркодилеры той эпохи, которые спаивали всё Средиземноморье, напомню, что у греков удачно сочеталось следующее свойство. Кроме вот этого вот необычного явления, значит, для тех времён, да, в культурном мире, в тогдашнем левополушарность, у них ещё был фермент в печени, который разлагал спирт. Вот это вот факт есть факт. Они не становились алкоголиками сразу, производили вино и спаивали всё население Средиземного моря. По всему Средиземному морю были разбросаны древнегреческие колонии, так это называлось. Фактически это были, так сказать, точки по сбыту алкоголя. Местные алкоголики всё отдавали за это вино, вели в рабство своих, значит, родственников, соседей, всякого кого угодно. Когда вино было продано и рабы отправлены в Алладу, то философы, простите, греки, могли предаваться следующему занятию. Они разводили остатки, так сказать, винной гущи водой и медленно-медленно пили и пьянели. При этом языки их развязывались, и вот та пьяная болтовня у греков называлась «любомудрия», то есть философия. То есть вот эти вот древние философы, вот они и создали такую науку, которая не нуждалась, во-первых, в каком-то прямом выходе, да, вот непосредственного применения. И в чём дело? С другой стороны, почему египетская и шумерово-вавилонская наука была, ну, ограничена в своём развитии? Вот был, скажем так, им дан какой-то заказ, вызов. Вот, как посчитать объём пирамиды усечённой? Как знать, сколько камня нужно заложить в пирамиду, чтобы поднять её до определённой высоты? Вызов был принят, египетская наука, и на него был дан ответ. Формула объёма пирамиды, которой, в общем, совершенно непонятно, как можно вывести, не зная теоремы Пифагора. Но считается доказанным, что древние египтяне теоремы Пифагора не знали. Но формулу вывели. Нам поручили? Мы ответили «да». Вот так было дело поставлено. Захотели, например, важные руководящие работники из Вавилона знать, что будет в будущем. Они тогда гадали по звёздам. Астрология была в почёте. Значит, дали заказ своим учёным. Учёные разработали систему точного измерения углов. Они всё знали про звёзды. У них был очень хороший, почти как современный календарь. Вот чего не было в Египте. В Египте была одна проблема. Как знать, когда разливается Нил? Не нужен нам календарь, то скажи, когда разливается Нил. Выяснили. Когда поднимаясь над горизонтом звезда Сириуса, разливается Нил. Наверное, она его разливает, эта звезда Сириус. И больше их ничего не интересовало. Всё, успокоились. Потому что было полно других дел. Потому что надо было кем-то там руководить, что-то там пахать, что-то завоёвывать. Вот такие какие-то дела были у всех. А у этих ребят дел не было. Сиди и жди корабля, который привезёт очередную порцию вина, что-то для продажи. И в это время можно было заниматься вот этим вот любомудрием. Мудрить о чём-нибудь, наукой заниматься, рассуждать о возвышенном, расширять своё познание, свой кругозор. Вот как счастливо попали на греков, вот такой вот удел им достался. Возможность спокойно о чём-то поговорить. Тут, конечно, вот трудно сказать, с чем больше связано. С тем, что они вот такие были вот бессовестные эксплуататоры, да, вот таким образом. Или с тем, что у них действительно было вот рабовладение, которое освобождало большинство свободного населения от какой-либо производительной деятельности. То есть у них просто было много философов такого типа хиппи, да, как вот был в своё время Диоген, который в бочке жил. Ну, вроде вином не торговал, а просто ничего не делал, бездельничал. Ну, общество могло позволить его себе содержать. Ну, представьте себе, что вот если бы вот в нашем русском обществе в 19 веке не было бы крепостного права, как бы вот крепостник Пушкин писал бы стихи. Вот благодаря вот этому крепостному праву, благодаря тому, что у нас была такая образованная, хотел сказать, элита, образованная слоя общества, которой лишён был потребности добывать себе хлеб в поте лица, как говорится, да. Ну, вот благодаря этому мы имеем вот расцвет культуры, золотой век русской литературы. Вот благодаря этому и приключился. Вот. Наука возникла. Я вам, пожалуй, расскажу о самом начале вот этой греческой науки. Я воспринимаю вот такой вот момент. Дело было так. Значит, очень много было в Греции любителей застольных бесед. И переезжая с места на место, с колонию в колонию, греки разносили вот, так сказать, сведения. Вот такой-то вот, такую-то вот историю интересную, занятную придумал. Такой-то вот, такую историю. Вот почему-то на юге Италии таких вот рассказчиков, интересных философов, да, интересных застольных собеседников, по сути дела, было почему-то очень много. Это все были греки, естественно. Итальянская культура, или, как сейчас говорят, римская культура, еще не родилась, не стала из пеленок. Они там сидели, выпивали за столами. Был городок такой, Илей. В ту пору у греков фамилии не было. Вот. Ну, кстати говоря, и в нашу пору, скажем, у исландцев, жителей Исландии фамилии тоже нет. У них есть только имена. И у них тоже были имена. Был такой Зенон из города Илеи. Поэтому его звали Зенон Илейский. Если нужно было про кого-то что-то сказать, ну, в рамках своего вот этого города, а город греческий был, ну, что-то вроде по размерам нашей деревни, не очень крупной. Ну, там объясняли, это вот такой-то, который живет там на углу, или тот, который в прошлый год упал с дерева там, после, значит, симпозиума вокруг, сказать, кратера с разведенной винной гущей. Ну, вот так вот про них рассказывали что-то, да? Так, собственно, и у нас фамилии возникали всякие там Водопьяновы, Кузнецовы. Это вот те же самые фамилии. Ну, так вот, Зенон Илейский прославился очень сильно в ту пору. Все о нем рассказывали. Он был замечательный, скажем так, сочинитель задачи. Он сочинял задачу, ну, удивительную в своей простоте. И самое интересное было, что он начинал ее решать. Тоже просто, очень очевидно, но до такого состояния доводил слушателей, и решение доводил до такого состояния, что все сразу понимали, что задача неразрешима. У него много таких задач было. Он их, естественно, не записывал. Просто его собеседники, сейчас бы сказали собутыльники, а тогда, надо сказать, надо было сократерники, потому что они вот эту гущу разводили в такой широкогорлой посуде, которая называлась, так сказать, кратер. Вот эти вот сократерники его, они разъяснили, значит, по всему античному миру его задачи. Они назывались апории, вот в греческом языке. А означало отрицание, как бы, так сказать, приставка. Не, вот как мы, а логичный, значит, нелогичный. А том, неразрезаемый. Апория, то есть что-то такое, не имеющее порта, портала, двери, безвыходная задача, безвыхода, без решения. Неразрешимая задача. Вот самое любимое мной в его опоре следующее. Называется она Ахиллеса-черепаха. Она ее так хорошо в лицах очень разыгрывает, представлять. Ну, бастроногий Ахиллес. Так почему-то всегда в детских книжках начинают эту задачу рассказывать. Бастроногий Ахиллес гонится за черепахой. Ну, скажем, мы люди конкретные. В общем, большинстве стоим левополушарные, как и греки, кстати. Ну, рассказываем так. Вот, значит, в 100 метрах он от черепахи стоит. И бросается бежать за ней. Бежит он в 10 раз быстрее черепахи. На самом деле, конечно, еще быстрее, правда? А черепаха, не будь дурой, бежит от него прочь. Не хочет попадаться в руки этого цивилизованного грека Ахиллеса. Ахиллес добегает Ахиллес до того места, где была черепаха, когда началась эта вот, так сказать, гонка. Не на жизнь, а на смерть. 100 метров он пробежал. А черепаха, она бежит 10 раз медленнее. На сколько она отбежала? На 10 метров, да? Он туда бежит, догоняет, ну не догоняет, добегает до того места, до этих 10 метров пробегает. А черепаха еще на метр бежала. Он добегает туда. А черепаха еще на одну десятую метра отбежала. Он туда. А она еще на одну сотую. Он туда. А она еще на одну тысячную. А еще на одну десятитысячную и так далее. То есть никогда он ее не догонит. Я вам все в метрах рассказал, да? Сразу становится все понятно, что догонит по нашим понятиям. Мы-то ведь знаем с вами позиционную систему счисления. Смотрите, сколько ему бежать. 100 метров плюс 10 метров плюс метр. Это уже 111 метров. А потом добавляем в одна десятая, сотая, тысячная. Что получается? 111,1111111 в периоде. Такая дробь. 0,1 в периоде это одна девятая. Можете на калькуляторе проверить. Единицу разлить на девять. У вас получится 0,111. Сколько хватит длины вашего экрана калькулятора? Вот так. То есть 111,1 в периоде это будет на самом деле 111,1. Это всем понятно. Но вот как Зенон к чему подводит разговор? Это все нормально, говорит. Значит, вот каждый раз он все подбегает и все равно сколько-то им остается бежать. Понятно, но из жизни греки знали, что рано или поздно Ахиллес догонит черепаху. Они-то на практике знали, сколько раз у них сердце замирало, когда они на груженом вином корабле пытались оторваться от финикийских пиратов. Знали, что все равно догонят, все равно придется договариваться откупаться от них. Заказывать выкуп, чтобы за них привезли. Вот такие вот дела у них были. Догонят-то понятно. Но получалось-то что? Что то расстояние, на котором он догонит, равно как и то время, через которое он догонит, время, которое будет продолжаться эта погоня, состоит из бесконечного количества отрезков пути, бесконечного количества интервалов времени. Как это так, вопрошал Зенон, конечная величина является суммой бесконечного. Разве это может быть? Мы-то сейчас живем в просвещенный век, но в школе проходим такие вещи. Это называется бесконечно бывающая геометрическая прогрессия. Каждый следующий член все меньше и меньше и меньше предыдущего. Но я вам скажу так, и то не всегда такого рода конструкции, когда каждый следующий член прогрессии меньше предыдущего стремится к нулю, в сумме дает конечное число. И то не всегда. А уж что от греков требовать, которые не знали нашей замечательной позиционной десятичной системы счисления? Их можно только пожалеть. Ну вот они вот были в тупике. Вот они здорово так рассказывали, вот какую-то прикольную задачу нам загадали в Илеях Зенону. О, большого ума человек. Ну вот некоторое время они бились над этой задачей неразрешимой. До тех пор, пока за нее не взялся Демокрит. Демокрит на все эти случаи жизни придумал один ответ. Видя такой вот бесперспективность бесконечного деления. Ну, наверное, еще соображая так. Ну, что это за разговор такой? Ну, хорошо там метр там бежать. А что это за такое бежать 10 сантиметров? Шаг-то, сама ступня-то у Ахиллеса больше, чем 10 сантиметров. И вот он так думал, думал и говорит, видите ли, в чем дело. Дело в том, что, видимо, так устроен мир, что бесконечно разрезать пространство невозможно. А может, он просто когда-то резал ножом что-то. Ну, я не знаю, что тогда резали. Наверное, в Древней Греции не было колбасы. И едва ли хлеб резали ножом, его, скорее всего, ломали. А вот наверняка, вот он овечий сыр, может быть, и резал. Вот попытка очень тонко сделать срез колбасы, сыра, хлеба, кончается тем, что при некоторой толщине тоньше уже не сделаешь. Правда? Намек такой, поняли? Оказывается, что не все можно разрезать. Пространство разрезаемо, но не на бесконечно тонкие ломтики. То есть, есть такая частичка пространства и времени, кстати, тоже, говорит Демокрит, меньше которой отрезать нельзя. Нельзя меньше это частички пространства или времени представить. Кстати говоря, это очень передовая идея сейчас вот такого рода мысли. В современной, так сказать, физике, в ее, так сказать, авангардной части, иногда часто эксплуатируется. Так сказать, квантовая физика пространства и времени. Так вот гордо может называться. Вот. Вот как. Ну, тут пьяными голосами вокруг приветствует его хорошую задумку философы. Уж извиняюсь, что так вот вам конкретно рассказывают, что пьяными голосами. Пили они в то время, пили. Вот. И спрашивают, вопрошают. А вот смотри-ка, вино ведь занимает пространство, и вода пространство занимает, и дерево, и глина, и золото, и металл. Всё занимает пространство. Значит, получается, не только пространство нельзя разрезать на вещички меньше какого-то определенного размера, частички, но, значит, и материал состоит вот из этих вот неразрезаемых долей, из атомов. Выходит дело, что так, отвечает им демокрит. Действительно, получилось, что вот эта вот атомарная идея очень хорошо была усвоена, воспринята. Она дожила, в принципе, до наших дней. Вот это само слово «атом». Надо сказать, что греки эту идею развивали в таком философском плане. Значит, как они развивали? Во-первых, придумали разные слова. Вот «атом» — это неразрезаемый. Отдельный термин у них был неделимый. И отдельный же термин у них был неизменный. Вот эти все свойства в более позднее время, во времена, скажем, XVIII века, когда вот этот термин «атом» попал, наконец, в химию для объяснения процессов, которые протекают в химических реакциях. Ну, в принципе, очень передовое тогда было изобретение, так сказать, ума человеческого, которое, кстати говоря, практически в неизвенном виде дожило до наших дней. Вот эта вот атомно-молекулярная теория строения вещества для химии — сущее благо. Иначе мы бы не разобрались бы в химии без такой вот атомно-молекулярной структуры вещества. Представляете, как было тяжело бы изучать просто набор отдельных фактов. Вот то, с чем смешали, получилось вот то-то. А тут выпал осадок, а тут дым пошел. Это тоже тяжело, тяжело было бы так учить. Вот, так вот смотрите как. Вот тот атом, который химики придумали, как его сейчас называют? Обычно в учебниках слово «атом» переводят как «неделимый». Нифига не неделимый, он неразрезаемый. Он неразрезаемый атом. И вот это... Они в эти свойства, неделимые и неизменяемые, на него и перекинули. Неизменяемый атом. То есть настоящий химик утверждает, что нельзя, скажем, свинец превратить в золото. Вот эту вот трансмутацию он отрицает. Более позднее физика выяснила, что атом он изменяемый, что он распадается из одного, значит, химического элемента может превратиться в другой химический элемент. Более того, он, значит, структуру имеет, там, все такое вот. Вот. Но вот это название, не соответствующее, в общем-то говоря, своему содержанию, к нему так и прикрепилось. Атом. Говорят даже, это говорит по-гречески «неделимый». На самом деле это неразрезаемый. Для неделимого и для неизменного были отдельные термины. Вот. И вот возникла вот эта вот атомная идея. Атомная идея. Надо сказать, что очень поразительно, но именно в пятом веке возникли такие же идеи, появились идеи в Индии и в Китае. Вот про сам процесс познания, что же случилось в Индии и в Китае, надо поговорить особо. Если вся история, скажем так, античной науки хорошо документирована, хорошо известна, правда, известна она с помощью, ну, так сказать, пересказов, переводов набратных, так сказать, с арабского языка, часто вот таких вот вещей, но тем не менее известно. А вот китайской древней наукой, например, заинтересовались люди только в периоде между двумя мировыми войнами. Где-то в 20-х годах появились на эту тему первые исследования. Почему? Потому что европейцы, которые увлекались Китаем, которые знали китайский язык, знали китайскую грамоту, синологи они называются, это люди гуманитарии, чистые гуманитарии, как вот они себе говорят. То есть они интересовались культурой, так сказать, отвлеченными какими-то этическими построениями или конкретными этическими построениями, политическими взглядами китайских мыслителей. Вот такими вещами они интересовались. А понять, вот перевести с китайского как-то вот эти понятия физические им было крайне затруднительно. Руки у европейских синологов до физических воззрений дошли только в 20-е годы. Что же выяснилось? Выяснилось, что оказывается, вот в ту примерную эпоху, в районе 5-го века, вот эта вот атомарная модель появилась и у древних китайцев. Причем ситуация была очень катастрофична в свое время. Кончилась, помните, в 221 году, помните, потому что я вам об этом говорил, в 221 году до новой эры Цинь Шихуанди уничтожил все книги и велел закопать живыми в землю всех тогдашних ученых. Ну, наверное, всех ученых закопать не удалось, наука не прервалась, но вот, так сказать, писанная традиция, ее пришлось восстанавливать. Вот эти, так сказать, письменные источники все были после этого заново переписаны. Скорее всего, значит, утраты были очень сильными. То есть, все, что происходило до, так сказать, 3-го века, до Цинь Шихуанди, это еще нужно реставрировать, так сказать, восстанавливать тоже по более поздним китайским источникам. Что же тогда было? Какие, так сказать, мнения тогда доминировали? Но, к счастью, у китайцев очень медленно менялась наука. Конфудзи, да, Конфуций. Вот он вырос на руинах, можно сказать, старой китайской физики, которая занималась атомами и познанием мира. Вот Конфудзи сказал, слушай старших, делай, как они велят, уважай их. Значит, есть такая вот иерархия в обществе, младшие должны уважать старших. А что касается познания природы, оставьте это ремесленнику. Это и ремесленнику не поможет, если вы будете познавать природу. Занимайтесь лучше каким-нибудь делом. Помните, был такой профессор Серебряков, дело делать надо бы на господа. Вот он говорил, да? А сам занимался какими-то там литературными изысканиями, вот такими вот более-менее абстрактными. Ну, как, по крайней мере, написано у Чехова, да, в его пьесе «Дядя Ваня». Был там такой профессор Серебряков, которого дядя Ваня ненавидел. Вот за это его дело делать надобно. Дядя Ваня там вкалывал, в своем имении занимался организацией бизнеса, вот, так сказать, торговлей. А этот приезжал тут отдыхать и говорил, дело делать надо бы на господа. Еще вот так говорил. Вот так же примерно говорил и Конфуция. Дело делать надо бы на господа, а не заниматься всяким изучением природы. Природу нужно, говорит, приручать, а не изучать. Еще тоже такая мысль была. И вот с тех пор изучение природы совершенно кончилось. Но оно и до этого не очень сильно шло. Значит, дело вот в чем еще. Загадка. Почему все-таки все это произошло в пятом веке? Вот эта загадка вынесена в заглавие нашей лекции. Почему в пятом веке до нашей эры в мире появилась наука? Если кому не втерпешь и не хочется дальше слушать, значит, я могу вам сказать почему. Остальные могут приглушить звук. Вот никто не знает почему. Вот такой ответ. Потому что на самом деле есть мнение, что с развитием путей транспортных, вот эти вот идеи философские, идеи атомного строения вещества и вообще, так сказать, этот всплеск научной мысли, который был в античном мире, его по этим длинным караванным путям занесли и в Индию, и в Китай. Ну, понимаете как, в принципе, это не исключено на самом деле, да? Делегация китайских ученых побывала в античном мире, изучила греческий язык, узнала много нового для себя и все это попало, значит, в Китай. И есть, значит, такие вот исследователи, которые указывают на сходство многих, значит, концепций в тогдашней науке, ну, или, сказать, философии китайской, индийской и античной. Но, правда, при этом они опускают различия из виду. Вот. Есть другая концепция идеи, видите ли, в чем дело они говорят? В ту пору не могло этого не произойти. Синтез вот этого, так сказать, идеи атомарности, он мог идти по совершенно разным путям. Ну, вот, очень популярна была такая точка зрения, которая, по сути дела, наверное, является древнейшей формулировкой закона сохранения, да? Что ничто не пропадает бесследно, что ничто не возникает из ничего, что когда что-то вот разрушается, оно как бы распадается на свои семена, мельчайшие такие вот частички, с которых потом это может сформироваться, вырасти, да? Это идея, в принципе, философская, но отчасти правильная, да? Вот разрушается кристалл, он распадается на отдельные мелкие кристаллики, каждый из которых может быть зародышем нового. Разрубаются на мелкие кусочки гидра, это такое животное, которое где-то там в пруду живет, про него в школе рассказывают. Разрубаются на мелкие кусочки гидра, и с каждого кусочка вырастает новая гидра, да? Так, это и вообще вот неживая материя, вот она разрушается на мелкие части, и каждая часть дает, значит, может дать возродить то же самое. Вот распылили, растерли глину в порошок, да, вот сухую глину, потом водой замочили, опять та же самая глина такая вот, да? Из нее опять можно что-нибудь лепить. Они говорят так, вот это, видимо, мельчайшее семя, это вот и есть тот самый атом, вот то самое понятие атома, да? Вот такая вот мысль была. Загадка, остается загадкой, почему вдруг вот этот вот синтез, самая главная загадка, на мой взгляд, не то, что почему в пятом веке началось, ну, может так просто получилось, и не что значит в пятом веке, это не вот те вот, а день в день, да, вот день в день во всем мире, в одно и то же время начался этот процесс научной революции. Это же с точностью плюс-минус сто лет, в конце концов, действительно могли занести вот эти вот, так сказать, семена. Но почему эти семена занесли в Китай, семена, так сказать, нового знания, нового стиля мышления, и почему не занесли в рядом расположенный Древний Египет? Почему? Вот почему на китайской почве это привелось, хотя там тоже люди пишут иероглифами, тоже думают по-другому, а египтянам просто было неинтересно, это их не интересовало. А вот китайцев до поры до времени, до той поры, когда Сэнь Шихуанди возобладал, это всех интересовало. Но можно выразить такую, сформулировать гипотезу, она совершенно необоснована, абсолютно необоснована, что, может быть, кто-то тогда жил какой-то народ, ведь, как утверждают китайцы, до Сэнь Шихуанди, до того момента, когда Китай так или иначе постепенно вот из отдельных мелких царств объединился в одну большую поднебесную империю, он состоял из 1800 отдельных государств. Вообще цифра колоссальная, явно преувеличена, это, я не знаю, даже, наверное, крупных городов едва ли такое количество могло быть в тогдашнем Китае. Вот. Но вот так вот, такая фраза есть, ее не проверить, не опровергнуть совершенно невозможно, потому что приходится либо принимать на слово, либо не принимать на слово, либо не верить. Вот. И, может быть, часть государства была населена людьми другого типа. Вот те, которые были склонны, так сказать, к другому типу мышления, кто их знает. И, может быть, в этом процессе они как-то вот, ну, ушли с арены, могли их, в конце концов, и физических истребить. Времена-то были неполиткорректные, резкие. Могли они раствориться в других народах. Ведь если и среди китайцев есть наши братья по разуму, левополушарные люди, не только правополушарные, так же, как и среди нас есть среди левополушарных правополушарные, ничего страшного. Ну, не знаю, почему, это загадка, на самом деле. Но загадка крайне, как сказать, провокативная. Что за такой волшебный был шестой век? Ну, надо сказать, что там вот историки немного дают такую вот еще почву для спекуляций. Они говорят так, вот как раз в то время, в то время в Китае усилилось расслоение общества. Усилилось закабаление, так сказать, вот отдельных слоев населения, которых вот заставляли побольше работать, и появлялись люди, у которых было свободное время для того, чтобы мыслить. Ну, вообще-то намек, да, похожие вещи происходили в Древней Греции и финикийцы, но которые, правда, по себе каких-то таких научных открытий от себя не оставили. Но, может, просто о них никто не вспоминает, потому что к финикийцам, вы помните, соседи относились очень скверно за счет их вот этих вот крайне жестоких обычаев, сурового такого культа. Вот, соседи их ненавидели, в том числе и эти левополушарные такие же, как они, они их не любили и истребляли. Так что, может, их и культура, и поэтому, и не перешла дальше. Хотя люди-то, они были, видно, продвинутые в техническом отношении, мореплаватели, дошли до Гвинейского залива, обплавали всю Европу, вот, ну, что-то у них там такое было. Практическая наука, или, как, знаете, как говорят сейчас, эмпирическая наука. Вот эмпирически установили режимы обжига глины, да, чтобы получать кирпич, там, фарфор, фаянс, все что угодно. Эмпирически установили режимы закалки ковки металла. Эмпирически. То есть, опытным путем, называется, подобрали. Но, в конце концов, вот для меня это очень большое чудо, что эмпирически, видимо, путем каких-то, скажем так, таких вот рассуждений логических, эмпирически угадали формулу объема усеченной пирамиды. Взяли, угадали, эмпирически. Может быть и так. Очень даже возможно. Все это дело так возможно и было. Но надо сказать, что во всем остальном физика, скажем так, наука о природе, это ведь так в школе называли физику в старое время, в учебнике. Так вот, физика, она была в античном мире у древних греков крайне противоречива, крайне неуклюжа. Вот смотрите, например, как. В отличие от них, кстати, у китайцев была очень правильная мысль одна. Вот представьте себе. Такая вот задача из начального курса физики. Берет человек, значит, камень, ядро, не знаю, мяч и бросает его. Вот он размахивается и бросает. Что движет этим камнем? Ну, мы сейчас знаем там такие слова про кинетическую энергию, про импульс тела. У них этих слов не было. У них было слово сила. Сила означало, ну, просто вот силу. Вот сильный человек. Вот он уже, вот, вот. Вот когда бросаем, мы силу прикладываем, мы движем его, да? То есть считалось, что для того, чтобы двигать тело, нужна сила. Вот бросили тело, вы же на него больше не действуете. Какая же сила заставляет его двигаться? И вот тут начинается такое вот мышление в древней физике уже по мере возможности, так сказать, гадательное. Ну, вот вы знаете, вот воздух, да, воздух. Кстати говоря, они про воздух так размышляли, что вот есть тела всякие, да, вот, ну, вот стол, это тело, там, предметы, жидкость, это тело, да? А вот в воздух, вот тоже есть материальный тело, ветер. Вот ветер, он двигает кораблями. Вот это ветер, это тоже материальное тело. Так же, как и весло двигает кораблем материальное тело, так и ветер. Ну, более, так сказать, спокойные мыслители поняли, что и воздух-то тело. Вот он, воздух дует, мы его чувствуем. Любое дуновение ветерка, оно, значит, ощутимо. То есть, любое перемещение в воздух. То есть, и воздух, это, наверное, тоже какое-то тело, что-то телесное, материальное. Ну, так вот, он, говорит, кинули, мы, говорит, камень, а его обтекает воздух, и он его подталкивает вперед, да? Мы-то знаем, что он тормозит, а этот, он его подталкивает, подталкивает, подталкивает. Ну, были ученые, я, наверное, в будущий раз постараюсь рассказать про Аристотеля, который попытался всю тогдашнюю науку обобщить, вместе свести. И вот он свел вот эту идею подталкивания тела, значит, воздухом, вот этими воздушными флюидами, да, подталкиванием его во время движения, вот то, дескать, заставляет, составляет ему силу. Он ее тут же смешал со следующим вопросом. Вот термин плотность вам известен? Вот есть вещества плотные, менее плотные. Мы сейчас понимаем под этим совсем другое, что еще понимали греки. Мы понимаем вот что, значит, есть тело, один кубический метр, которого весит 19 тонн. Это золото, кстати говоря. А есть тело, один кубический метр, которого весит одну тонну. А это вода, например, да? Вот такие вот, один кубический метр воздуха тоже сколько-то весит. Не так уж совсем мало, ощутимо весит. Вот, это тоже, вот, по нашему понятиям это плотность. А там плотность понимали так. Вот смотрите, если вы бежите в воздухе, ну, воздух, конечно, вам мешает, да? Он какую-то плотность обладает. Вот эта плотность, это свойство, ну, как бы мы сказали, так сказать, среды мешать движению. А если вы попытаетесь бежать в воде, ну, там вообще тяжело бежать. Плотность воды гораздо выше, чем плотность воздуха. И вот даже Аристотель попытался какие-то формулы на эту тему формулировать. И которые показывают, что чем плотнее тело, тем больше сопротивление. Причем он это пишет в одной и той же своей книге. Он обозначил многие современные науки, вот термины придумал для их обозначения. Эта книга называлась «Физика». Вот эта физика, она полна вот противоречий. Вот это достаточно уже этого противоречия, что с одной стороны вроде как воздух подталкивает, а с другой стороны вроде как мешает двигаться. Так что же он делает, подталкивает или мешает двигаться? И вот Аристотель доказывал отсутствие пустоты таким образом. А вот любители атомной структуры, они говорили о другом. Вот если весь мир состоит из атомов, а атомы движутся. Мы знаем, что вода течет, воздух переносится любым дуновением ветерка. О чем это говорит? Это говорит о том, что между атомами есть пустота, иначе как бы они двигались. Вот, например, в твердом теле между атомами нет пустоты, поэтому твердое тело состоит, вот оно целиком двигается, оно не двигается по частям. Вот так вот они располагали мысли о атомах. Вот такая вот идея существовала. А вот китайские мыслители, они говорили так. Вот когда тело, так сказать, бросили, тут очень трудно переводить эти мысли на русский язык, кроме как сказать так, что у него сохраняется нечто, вот такое вот движущая какая-то сила, которая его вот и переносит через пространство. Когда вот мы его толкаем, мы ему что-то такое сообщаем. Я не рискую вот это переводить на наши термины, мы знаем, что мы сообщаем импульс, сообщаем кинетическую энергию. Вот они как раз и догадались, что что-то брошенному телу сообщено. И вот это брошенное тело летит. Вот такая вот вещь. Так вот, на той заре науки, по сути дела, ничего научного достигнуто не было. Не очень стоит об этом печалиться. Видимо, в этом-то и есть разгадка одновременности вот этой революции пятого века. Вот так уж получилось, что революция пятого века это только начало познания мира. Потому что и древние греки тоже до очень существенных научных результатов потом поднялись. Мы о них в будущий раз поговорим, об этих результатах. Вот как это вышло. Они поднялись до этих результатов. Но люди научились свободно мыслить. И вот эта привычка к свободному мышлению на Западе, то есть Западом я называю Восточное Средиземноморье, да? На Западе Восточная Европа. А вот на Западе оказалось Восточное Средиземноморье в данном случае. Это попробовали мыслить свободно, да? Вот так вот за столом, за, так сказать, кратером с разведенным вином. Им это понравилось. Они стали дальше мыслить. Философия стала наукой. Понимаете как? Дело в том, что потребовался спрос на вот этих вот мыслящих людей. Везде, где угодно. У них была демократия. То есть у них часто возникали споры между людьми. Эти споры решались путем судебного разбирательства, по-нашему говоря. Нужен был человек, хорошо говорящий, хорошо владеющий вот даром убеждения, так сказать, даром запутывания собеседника. Вот я не называю опорей Зенона, так сказать, вот какой-то такой, так сказать, софистикой, да? Но вот были еще так называемые софисты. Вот они сидели на площади каком-нибудь этого городка маленького. Вот это была у них рыночная площадь. Это маленький городок, это типа нашей деревни по-нашему. И, значит, развлекали публику своими загадками. Чтобы все знали, что вот приди к этому софисту, он будет отстаивать твою точку в суде. Вот какой ловкий софист, что-нибудь типа этого. Хочешь, я, говорит, докажу тебе, что твоя жена тебя изменяет, говорит. Софист, значит, такому, так сказать, греку. Ну, попробуй докажи. Жены-то у них очень в строгом состоянии были. Дома сидели на своей половине, чуть ли не из дома не выходили. Вот, ну, попробуй докажи. Говорит, вот, говорит, к примеру, есть у тебя что-нибудь такое, что ты никогда не терял? Ну, говорит, есть. А вот рога ты когда-нибудь терял? Нет, никогда не терял. Значит, у тебя есть рога, значит, ты рогат, тебя жена изменяет. Вот, такая вот идея. На самом деле тут просто обман. Это не тот уровень философии, который был у Зенона Илейского. Это просто обман. Ну, что значит, есть у тебя то, что ты не терял? Ну, хорошо. Я вот не терял, например, ключей от этого самого Мерседеса. Но это не значит, что у меня есть ключи от Мерседеса. Я много чего не терял из того, что я не имею и никогда не имел. Вот как в чём дело. То есть тут просто вот такая вот обман, попытка заболтать. Но это было очень популярно. А вот такой поддержки вот этого вот игривого, смешливого мышления в Китае не оказалось. Занимайтесь делом, природу надо не познавать, а учить, тренировать, воспитывать. Не надо заниматься природой. Природой будут заниматься ремесленники. Философ должен помогать, значит, правителю государства. Вот такая вот система, кстати говоря, она подвергалась критике вот этого конфуцианства. В китайской философии было много разных течений. И надо сказать, что в Китае слово учение и религия, они обозначаются одним и тем же термином. И вот это вот сыграло тоже не самую положительную роль, потому что учения у них приобретали силу такого вот религиозного убеждения. Время наше с вами истекает, как говорится, подходит к концу. Хочу с вами попрощаться. Позвать вас на следующее наше свидание, на следующую встречу. Попытаемся мы и так в тот раз поговорить о древнегреческой науке, ну действительно о науке, не об этих вот рассказах, так сказать, софистов, а о самой настоящей науке. Желаю вам всего самого наилучшего, доброго, счастливого, ласкового, удачного, счастья и радости. И почаще наведывайтесь к нам на наши волны. Может быть, удастся мне с вами еще что-нибудь рассказать. До свидания.